Привет стратегическим жевжикам! Фераксис анонсировали очередное обновление к Сидмейер Сивилизейшн 6. Выйдет оно 22 октября в 7 вечера по Москве, и вот что в нем будет. Во-первых, это обновление доступно абсолютно всем купившим шестую циву игрокам. Неважно, какие у вас есть дополнения, аддоны, DLC и так далее. Будет доступно всем, у кого есть шестая цива. И самое главное, это новый режим игры. Или сами разработчики говорят, что это сценарий. И он называется пираты. А в пиратах Фераксис знает толк, потому что выпускали Сидмейер's Pirates. Так вот, сценарий пираты это состязание для максимум четырех игроков, которые, не поверите, отправятся бороздить моря в поисках славы и сокровищ. Кто такой этот слава, которого постоянно ищут? Может быть это Вячеслав Питкун из группы танцы минус? Прикиньте, вы бы плавали такой суровый пират и на одном из островов находили славу Питкуна и вместе с ним пели «Цветут цветы, не я, не ты». Уже не можем их сорвать, извините. Так что же будет в этом сценарии? Во-первых, художники Фераксис преобразили карту, чтобы она выглядела более тропической и пиратской. Кроме того, сами карты как рандомно могут генерироваться, так и будут созданы заранее теми самыми дизайнерами Фераксис. Плавать в море вы можете, во-первых, под флагом одной из четырех пиратских фракций, а во-вторых, на карте будут еще и четыре страны – Британии, Испании, Франции и Голландии. Как я понял, они как раз против пиратов выступают. В общем, нам обещают нахождение сундуков сокровищ, артефактов, даже какие-то таверны. Ну, в любом случае, звучит необычно. И вообще, Фераксис обещали новый режим каждые два месяца, а тут они каждый месяц что-то выпускать. Правда, опять же, это вроде как режимом не считается, а считается сценарием. Тем не менее, молодцы. Дальше в своем видео разработчики говорят, что внимательно прислушивались к тому, о чем их просили в социальных сетях. Спрашивается, почему только через четыре года после выхода игры, но лучше поздно, чем никогда. Во-первых, поправят вербовку партизан, потому что она слишком много проблем доставляла тем, у кого эти партизаны появлялись. И, в принципе, даже в сетевых играх считалось необязательным строить пригороды именно для того, чтобы партизаны не появлялись. Так вот, теперь после вербовки партизан, во-первых, пригород будет ломаться для того, чтобы нельзя было сразу еще раз начать вербовку партизан. А во-вторых, в партизанах будут появляться только антикавалерийские юниты. Раньше появлялись самые современные юниты, поэтому в конце игры появление современных танков очень расстраивало, прямо скажем. Наконец-то догадались масштабировать механики со скоростью игры. Так, например, оказывается, очки дипломатии не скалировались, поэтому теперь на сетевой скорости, видимо, их будет меньше. Далее Фераксис обещает внести еще ряд изменений в искусственный интеллект. Например, снизят значение дипломатического одобрения для искусственного интеллекта и заставят чаще строить оракул и пирамиды. Кроме того, искусственный интеллект будет быстрее восстанавливать оборонительные сооружения города. Ну, там, стены. И, наконец-то, реже начнет строить священные места, если не играет за лидера, нацеленного на религиозную победу. Ну, это просто трындец, реально. Все компьютерные игроки строят кучу священных мест, спамят этими апостолами и миссионерами, и реально практически невозможно победить религиозные победы. Хотя цивилизации, за которых играл компьютер, на религиозную победу не заточены. Ну и, кроме того, обещают, как всегда, кучу всяческих исправлений баланса. Особенно исправление баланса в первые два набора дополнений к New Horizons. Это все будет опубликовано позже, собственно, когда обновление выйдет. Еще раз напоминаю, 22 октября, 7 вечера по московскому времени, выглядит, по-моему, интересно и то, что требуется. Естественно, сразу поиграем в сети в пиратов. Ваше отношение к всему этому хочу почитать в комментариях. Играйте в умные игры. Всем пока! Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!